С 5 по 8 июля в Казанском университете пройдет научный семинар «Ботанические сады в 21 веке». Эти экзоты были как раз высажены в оранжере именно Императорского ботанического сада при университете. Автомобиль на водородном носителе. Что это такое и насколько безопасно? Для того, чтобы такая машина была создана, в серию запущена и успешно каталась, ездила, нужно решить три задачи. В спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» Елабужского института Казанского университета проходит профильная смена IT-территория. Детки собрались очень интересные, очень любознательные. Уже сегодня первый день показал, насколько им все это интересно. Всем привет! В эфире «Универ-Ньюс», а в студии Ариадна Кугушева. Музей истории Казанского университета состоялось вручение дипломов кандидата и доктора наук. Церемонию открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Он лично вручил дипломы и поздравил счастливых обладателей. Была очень долгая работа. Есть свои сложности, но, как говорится, есть возможность искать будущим аспирантам. Очень главное чувство – чувство времени, чувство усилий. Никогда не бросайте, что бы ни случилось. С 5 по 8 июля в Казанском университете пройдет научный семинар «Ботанические сады» в 21 веке. Чем может похвастаться ботанический сад КФУ и как он готовится к предстоящему мероприятию – расскажем в сюжете. Если вы устали от каменных джунглей, а виды за окном так и манят зеленой листвой, это повод задуматься о выезде на природу. Организовать не только приятный, но и познавательный досуг можно, не тратя несколько часов на дорогу. Ботанический сад Казанского университета находится прямо в городской черте. В Дендрайве расположены растения из четырех климатических зон. Это Европа, Азия, Северная Америка, Дальний Восток и зоны смешанного типа. Этот сад – один из старейших в стране. В этом году ему исполнилось 215 лет. В ботаническом саду Казанского университета можно встретить 1250 видов растений – от крапивы до банановых пальм. С маленькой теплицы он разросся до целого комплекса, посетить который по предварительным заявкам могут все желающие. Экскурсии проводят сами работники ботанического сада. Как только акация отдохнула, именно акация розовая, у ней происходит второе, следующее, последующее цветение. Получается, что за сезон она может процветать 3-5 раз. Иногда даже с цветами уходит в зимний период. Экскурсионная программа ботанического сада включает лекции для школьников, студентов, специалистов разного профиля, садоводов-любителей. В зависимости от сезона в нее может входить и дегустационная часть. Вечно зеленые тропические растения можно встретить в теплице. Многие из них цветут и плодоносят даже зимой. Например, монстера деликатесная. Особо удачливые туристы могут попробовать ее сладкие плоды во время экскурсии. Здесь же проводятся научные исследования по перспективным направлениям. Адаптации нехарактерных для местности растений, селекции сельскохозяйственных культур, изучению содержания сахаров во фруктах. В честь юбилея в ботаническом саду проводятся ремонтные работы, включая создание современного оранжерейного комплекса для выращивания определенных культур. Ремонт состоит, как говорится, по планам из нескольких этапов. Мы сейчас находимся, приступили ко второму этапу уже ремонта. Первое это было как бы благоустройство и ландшафт, и возделывание данного участка именно на этой территории. Создается новая экспозиция для новых коллекций, как субтропийских, так и тропийских культур. С заключительным этапом перед научным семинаром «Ботанические сады в 21 веке» стратегия развития и инновационные решения станет подготовка паспортов растений. Мероприятие пройдет в Казанском университете с 5 по 8 июля. Ариадна Кугушева, Ленарда Валерьяров, Универньюз. В структуре Казанского федерального университета открыто новое подразделение «Институт дизайна и пространственных искусств». Он будет выпуская специалистов в области графического, промышленного дизайна и пространственного проектирования. Новый институт разместится по адресу улица Левобулачная, 34, в доме усадьбы Кабатовых, сообщила директор института Карина Набиулина. До 1 сентября там планируется провести реставрационно-ремонтные работы. Ключевые направления развития связаны как раз с развитием дизайна, с развитием проектирования, но в то же время с сохранением национально-культурных особенностей и традиций в области дизайна и искусства. Автомобиль на водородном носителе. Что это такое и насколько безопасно? Узнаем в сюжете нашего корреспондента Елизаветы Никитиной. На предприятии Ford Solar C-Labagy продемонстрировали лабораторный образец «Аурус» на водороде. Автомобиль премиум класса разработал научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Мы разбираемся, что это за автомобиль и насколько он безопасен. Ведущий научный сотрудник, руководитель НИЛ перспективной углеводородной наноматериалы Ара Демиев рассказал нам, какие задачи нужно решить, чтобы автомобиль был запущен в серийное производство. Для того, чтобы такая машина была создана, в серию запущена и успешно каталась, ездила, нужно решить три задачи. Первая – это производство водорода. Вторая – это хранение водорода. И третья – это, собственно, сам топливный элемент, в котором водород преобразуется в электрическую энергию, которую крутит электродвигатель. И на сегодняшний день из этих трех задач максимально решена только последняя. Основная проблема, связанная с водородом, его хранение. Дело в том, что водород – очень высоколетучий газ, и он сжижается только при очень низких температурах. Соответственно, стенки емкостей, в которых хранится водород, должны быть гораздо более толстыми. Кроме того, водород имеет свойство химически реагировать с металлом. То есть вот он проникает в стенки вот этого баллона, и от этого эта емкость становится хрупкой. То есть металл уже не ведет себя так, как обычный металл в обычной ситуации. Уже практически 20-25 лет ученые всего мира бьются над проблемой хранения водорода, его транспортировки. На тот момент, как задача будет решена, можно будет говорить о серийном запуске автомобиля на водородном носителе. Елизавета Никитина, Фаридзе Хитаглы, Универньюз. С 3 по 6 июня в городе Москва проходит финал сезона «Вместе медиа-2020-2021». Журналисты, медиа-менеджеры, диджитал-специалисты и представители студенческих редакций обсуждают в оффлайн и онлайн-режиме наиболее важные для практической работы вопросы. Обмениваются опытом с экспертами фестиваля и представителями авторитетных федеральных и региональных медиа. Работы наших корреспондентов вошли в шорт-лист фестиваля. И на связь вышел наш коллега Илья Андреев. Сам конкурс – это большая такая вот площадка, где мы вдохновляемся и знакомимся с журналистами, студентами из разных регионов России. Подпитываемся, как-то получаем такой заряд энергии позитивной на ближайшие годы творчества. Слушатель подготовительного факультета для иностранных учащихся Казанского федерального университета Джан Цзелинь занял первое место среди слушателей всех подготовительных факультетов на 17-й международной олимпиаде по русскому языку для иностранных граждан. В спортивно-оздоровительном лагере Буревестник Елабужского института Казанского университета проходит профильная смена IT-территория. Ее участниками стали 80 учеников с 8 по 10 класс из разных школ Татарстана. Они не только отдыхают, но и учатся основам программирования и веб-дизайна. Все подробности далее. Смена IT-территорий в этом году проводится с участием сразу нескольких подразделений Казанского университета. Ребятам на выбор предложены три направления. Создание AR-приложений на Unity с использованием Blender 3D от Института информационных технологий и интеллектуальных систем. Интернет-вещей и киперфизические системы от Института вычислительной математики и информационных технологий. И непрактичный питон – занимательные проекты от набережной Челнинского института. Детки собрались очень интересные, очень любознательные. Уже сегодня первый день показал, насколько им все это интересно. На веб-дизайне они ознакомятся с двумя программами. Самыми ходовыми, скажем так, это Photoshop и CorelDRAW. Здесь мы решили провести у них конкурс. Они создадут свои рекламные плакаты и лучшие в их группе получат призы. Помимо учебных занятий в лагере проходят дни открытых дверей институтов Казанского университета, на которых ребята принимают участие в мастер-классах, а опытные вожатые из числа студентов Елабужского института, прошедшие специальную подготовку, подготовили для ребят насыщенный план внеучебных мероприятий – интеллектуальные, спортивные, творческие конкурсы и застязания. Сейчас у нас проходит консультация, и педагоги с радостью взялись помочь мне и объяснить все вопросы. Мне очень-очень нравится этот лагерь, ведь здесь проходит много веселых мероприятий, и мы можем получить множество перспективных и востребованных сейчас и в будущем знаний. Смена IT-территории будет длиться 18 дней. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!